Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня я вам расскажу про игры, в которые должен поиграть каждый обладатель Xbox One. Это будет мой личный топ и спойлер, он будет состоять только лишь из эксклюзивных игр для консоли от Microsoft. Если вдруг кто-то все еще сомневается, что на Xbox One есть эксклюзивы, то кину касать тому, кто запустит на PS4 хоть одну игру, которая будет в моем топе. Давайте начнем. Многие игроки, которые только-только начинают свое знакомство с консолью Xbox One, всегда спрашивают меня один и тот же вопрос. Какие игры ты посоветуешь купить и поиграть в первую очередь? Да, я не особо люблю советовать на эту тему, так как считаю, что абсолютно все игры на вкус и цвет, но в этот раз, в этом видео я расскажу о тех играх, которые мне очень понравились и я считаю, что в эти игры должен поиграть каждый обладатель Xbox One в первую очередь. Если вдруг какой-то игры не окажется в моем списке, но по вашему мнению она достойна внимания обладателя Xbox One, то напишите название этой игры в комментариях и расскажите, почему именно в нее обязательно должен поиграть новый обладатель Xbox One. Первой игрой, которая откроет мой топ, становится Rise in Rima. Это одна из моих первых игр, которые я запустил на своем Xbox One. Мне она понравилась с самого первого показа и понравилась она мне до такой степени, что я прошел ее, наверное, раз пять. Игра представляет собой некий слэшер про гладиатора. Самой главной фишкой игры стала, пожалуй, ее визуальная часть. Ребят, это одна из красивейших игр Xbox One. Эта игра стала реально next-gen проектом, который показал возможности новых консолей. Rise хоть и однообразен, бега и дерись, но играется она довольно прикольно. В ней очень приятная механика и очень прикольная боевка. Особенного внимания заслуживает добивание, которых невероятно много, если не ошибаюсь, по-моему, около ста. Они сделаны нереально красиво и жестоко. Руки, ноги летают только так. Враги корчатся от боли, кровь брыжит со всех сторон. В общем, реально клево и реально доставляет удовольствие. Также хочу отметить, что игра полностью переведена на русский и имеет кооперативный режим. Второй игрой, а точнее серией, становится Forza Horizon. Я не буду выделять конкретную часть этой серии игр, так как каждая из них выполнена на высшем уровне и стоит вашего внимания. На мою память я еще не знаю игроков, которые любят гонки и которым бы не понравилась Forza. Скажу вам больше, вообще не знаю игроков, которым бы не понравилась эта игра. В ней есть абсолютно все, что нужно для гонок. Множество машин, открытый мир, возможность с тюнингом моря трасс и отличный музон на радио. Игру отнесу к одним из красивейших и скажу, что это действительно годный и качественный проект от Microsoft Studio, который по-любому заслуживает вашего внимания. И иметь Xbox и не попробовать Forza это, конечно, грешок. Следующая игру, которую я советую пройти, одну из первых, становится Gears of War 4. Обожаю эту серию игр и особенно обожаю четвертую часть. Скажу даже, что она одна из моих любимейших игр, которую я прошел множество раз, а также провел очень много времени в мультиплеере. Серия Gears цепляет в первую очередь своей механикой, сюжетом и атмосферой. Сейчас я прошел просто в захлеб и четвертая часть не исключение. Очень жду пятую часть, так как после четвертой части сюжет все сильнее набирает обороты. Но прежде чем пройти четвертую, все-таки вам советую пройти все части Gears, начиная с Gears of War Ultimate Edition. Это, по сути, первая часть, которая является переизданием на Xbox One. Следующие части не были переизданы, поэтому поиграйте в них по обратной совместимости. Советую даже пройти их вместе со своим другом, так как кооператив это неотъемлемая часть этой серии игр. Насчет части под названием Judgment, но на нее не особо обращайте внимания, так как это не совсем тот самый Gears of War. Если вызывает интерес, попробуйте, но лично я начинал в нее играть раз в пять и понимал, что в ней что-то не так. В моем списке не мог мне оказаться Quantum Break. Хоть с этой игрой у меня связано множество позитивных и в то же время негативных эмоций, я остался от нее в восторге. Да, она не особо качественно сделана, так как имеет некие графические странности, недоработки, была слита в Steam с даты выхода, что было немного обидно за то, что нас обманывали, но так или иначе она получилась очень годной. Главной фишкой игры является возможность выбора и внедрения сериала с живыми актерами в игру. К сожалению, ваш выбор все равно приведет к одному концу, но многие персонажи из игры могут до него не добраться. Также фишкой игры является взаимодействие со временем, из-за этого персонаж имеет суперспособности, которые разнообразят игровой процесс. И еще отмечу, что игра и сериал полностью переведены на русский язык, поэтому можно играть и смотреть сериал, не отвлекаясь на субтитры. В общем, очень советую и сюжет вас должен приятно удивить. И на этом мой личный топ игры, в которые должен поиграть в первую очередь каждую обладателю Xbox One, заканчивается. Поскольку остальные игры мне понравились не так сильно, и я посчитал, что в моем топе они будут лишние. Да, я понимаю, что многих сейчас смутило отсутствие Halo, Sunset Overdrive и прочих проектов, но так или иначе, это мое личное мнение, и я не сказал, что эти игры плохие и не заслужат вашего внимания. Просто они мне понравились не так сильно, как те, которые я перечислил, и в них бы я не стал играть в первую очередь. И в связи с этим предлагаю написать ваш топ игр, в которые должен поиграть каждый обладатель Xbox One в комментариях, а также объяснить, почему именно эта игра в вашем списке. Кстати, хочу вам напомнить, что все игры, которые я перечислил, включены в подписку Xbox Game Pass. И если вы совсем недавно приобрели Xbox, то эта подписка обеспечит вас всеми играми, которые я перечислил, а также совсем новыми эксклюзивами Microsoft, поэтому обратите на нее внимание. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте писать идеи для следующих видео, и спасибо за просмотр, до новых встреч!